Душою женского хора МПВО был его руководитель, выпускник придворной певческой капеллы, солист Мариинского позже Кировского театра Николай Никонорович Куклин. Замечательный музыкант, он волею судеб остался в осажденном городе и возглавил женский хор. Из двух тысяч девушек, участвовавших в прослушивании, было выбрано 50 самых способных. Уже 2 ноября 1942 года в Большом зале филармонии состоялся первый концерт хора МПВО. Участницы хора вспоминали, как однажды, возвращаясь пешком из Ломоносова в Ленинград после одного из концертов, они несколько часов подряд, подбадривая себя, пели без остановки и ни разу не повторились. ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В бинтах, в линялых гимнастерках Шли люди прямо с фронта в зал И запах йода и махорки В холодном воздухе стоял И в раме музыки и света Отогревая нас душой Смеялась, пела оперетта В конце трагедии большой И нас актеры понимали, Недуг холодный гримом скрыв Нигде, нигде, наверное, не видали Пайки. Из интервью Германа Орлова Журналисту Владимиру Желтову СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА